Девушки отдыхают Макар, заходи! Мы с четырех листьев Ты вошел, как будто искал Наизусть в признаниях, в мыслях Шепчу про себя Сдаться Ты всегда успеешь Кто любовь дойдет, кто потеряет А ты меня не отпускай Макар, заходи! Ты думаешь, я тебя боюсь? Да ты и пальцем не посмеешь ко мне прикоснуться Эй! Не тыкай! Пускай! Перед смертью все храбрые Я не посмею А знаешь, как будет? Я сейчас уйду А Макар с тобой останется ненадолго Всего на полчасика Но эти полчаса покажутся тебе вечностью Мама? А ты что здесь делаешь? Ваша мать, Александр Викторович Хотела меня убить Она еще будет много бредятей нанести, Саша Но правда одна Это она спрятала твою жену, Аверченко Как же ты нас ненавидишь, а? Как же тебе хочется сделать нам больно? Ничем не брезгуешь? Остановись, мам Почему ты здесь, Саша? Я хочу поговорить с Аверченко Он же на тебя работает? Придется отложить Готовятся к показаниям в прокуратуре Где он? Вы увидите его И вашу жену Когда я захочу Я их и без тебя из-под земли достану Что ты смотришь? Доволен? Это все из-за тебя Это ты виноват! Я виноват только в том, что люблю тебя А кто растрепал всему городу, что это ребенок от тебя? Да ты мне всю жизнь испортил Ты сволочь! Ты гад! Катя, Катя, Катя Катя, успокойся, сядь Нас могут услышать Не надо было с тобой бежать Боже, что я наделала? Я же сама себя выдала Надо было остаться и что-нибудь придумать Я бы соврала Алине, Саше Катя, мы выберемся отсюда Я тебе обещаю Нужно просто затаиться и подождать А еды и воды хватит на неделю минимум Ты рехнулся? Да я не выдержу в этой дыре целую неделю Звони своей Суворовой Зачем она нас здесь заперла? Ты что, действительно ничего не понимаешь? Ты о чем? Все, что говорила Суворова, правда Это Алина организовала взрыв на шахте Это она убила Макса, шахтеров И отца Суворовой А ты это откуда знаешь? Ты тоже к этому причастен? Боже Какой кошмар Ну и зачем она устроила этот взрыв? Она хотела отобрать копанку Суворовой Там алмазы есть Ты думаешь, откуда у Алины такое богатство? Да она убирает всех кто становится у нее на пути Игорь, я не хочу умирать Ты слышишь? Там кто-то есть Игорь, Насташа! Насташа! Катя, 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 успокойся! Катя! Тихо! Там никого нет Тебе показалось Это от страха Я не доверяю Суворовой Она нас сдаст Алине Сдаст И зачем ты их спрятала? Нравится ковыряться в чужих ранах, да? Зачем вы их ищете? Поговорить? И поговорить Я просто пытаюсь понять Что за этим стоит Любовь или банальная распущенная? Сначала Аверченко ответит на все вопросы прокурора Он обещал дать показания О взрыве на шахте И он все расскажет Как твоя мать ограбила моего отца Как она приказала убить его и меня Да оставь ты в покое мою мать Тебя суд несправедливо осудила Не моя мать А она в это время Заботилась о твоем сыне Она украла у меня сына Она каждый день Вливает его уши яд Чтобы он меня боялся Я не желаю слушать этот бред А я не желаю больше Чтобы мой сын и минуты Оставался в доме твоей матери Я восстановила родительские права И прямо сейчас поеду и его заберу Я не делала этого раньше Чтобы не травмировать его Но я ошибалась Самая большая травма Это и дальше Разрешать ему оставаться рядом С твоей матерью Егорушка 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 Ты мой хороший Мама, что случилось? Все хорошо Я просто очень по тебе соскучилась Я тоже скучала Помнишь, мы договаривались Ты побудешь у Алины до конца учебного года А он заканчивается Поехали домой Давай Алину подождем Мы скажем ей, что я жить с тобой буду Ну мы же не уезжаем из-за Никанова Вы сможете видеться Егорка, иди с мамой Мама точно знает, где тебе будет лучше А я передам Алине, что ты будешь приходить к ней в гости Хорошо? Пойдем, я помогу тебе собрать рюкзак Спасибо вам Эй А ты что здесь забыла? Я приехала за сыном Сейчас Надя поможет ему собрать вещи, и мы уйдем Ну, хозяйка предусмотрела То, что ты будешь так в наглую прорваться к Егору Ты о чем? Она его не переодеваться увела А от тебя подальше Хозяйка приказала Если ты приедешь, Егора запереть Егорка! Егор! Ну тихо Ну кричи, кричи Хоть глотку себе сорви Только пацана своего напугаешь Шла бы ты отсюда Только Егору хуже будет Вы не сможете всю жизнь прятать от меня моего сына Я его все равно заберу Здорово, боец! Туда собрался? Мама хотела меня забрать А, иди-ка сюда Тут дело такое, понимаешь Передумала твоя мамка Ты же знаешь, у нее не все дома Ты что творишь, а? Ты чего лезешь к Суворовой со своими инициативами? Анатолий Васильевич, извините Мне сейчас не до Суворовой У меня Катя пропала Я с ног сбился Ах у тебя Катя пропала Нужно было ее воспитывать нормально Чтобы не шлялась Что вы себе позволяете? А ты что себе позволяешь? Решил втихаря С Суворовой деньги отжать? Мы как с тобой договаривались Что доить ее будем вместе А ты что делаешь? Наверное, уже и смету на ремонт больнички Приготовил А что я должен делать? Вы на выборы деньги и так найдете А для нашей убогой больницы Это единственный шанс Ты сколько на этой больничке откатаешь, а? 80% бюджета А остальные 20 твои фирмы строительные будут осваивать В любом случае Для города польза И я как мэр Да если меня не переизберут Ты неделю не продержишься в мэрском кресле Клоун Давай звони Суворовой Звони и говори, чтобы Сначала помогла Плохотнюку переизбраться А потом уже лечить больных То есть Я вообще не человек Мне ничего не нужно Интересно А вот по какой причине, скажи мне Анатолий Васильевич Я должен соглашаться на этот беспредел Причину? У меня сын прокурор Это не причина Это угроза Ты что? Решил перед выборами меня без бабок оставить? Против нас с Алиной хочешь пойти? Домой тебя в порошок сотрю А почему ты решил, что Алина Сергеевна не благословила мой план? Ах ты гнида Что ты несешь, а? Наташа, отмени ты эту встречу Ну какие дела? Тебе с беглецами этими Катериной Аверченко решать надо Марина Я не стану меня от своих планов Меня ждут в области Господи боже мой Ну зачем ты их спрятала? Чтобы Алину позлить Да хоть ты мне не сыпь соль на рану Нельзя останавливаться, понимаешь? Мой план не поменялся Я разорю Алину до последней нитки И когда она останется ни с чем Вот тогда она не сможет откупиться И она тогда ответит за все свои деяния Наташенька, опомнись Егорка у Алины считай в заложниках Вот поэтому и нужно торопиться Иначе она будет придумывать все новые и новые причины Только чтобы не отдать мне Егора Наташа Подожди Постой Послушай меня Хватит из себя корчить Стервую мстительницу Ты что думаешь, что этими разборками с Алиной Ты Егорку вернешь? Верну Ну не только верну А еще заставлю ее за все заплатить Ты стала такой жестокой, как Алина За Кривицкую Алина Сергеевна, простите Сам не понимаю, как она смылась Она смылась с моими деньгами Или найди Кривицкую Или сам отдашь мне 30 тысяч Обещаю, я найду ее За Катерину Аверченко, где они? Я устала задавать вопросы, Шорох Или мне искать нового человека на твою должность, а? Да я мамой клянусь, весь город вверх дном перевернули Они как сквозь землю провалились Под землей ищите Да они где-то здесь За Никановой им никак было не выбраться Все дороги перекрыты Посты каждый раз до сих пор проверяют каждую машину За Суворова следите Суворова к ним приведет Следим, день и ночь Пока ничего, никаких контактов Если завтра они все трое не будут стоять здесь передо мной Срывай звездочки с погон, Шорох Пошел вон Здравствуйте Валерий Иванович, Потапенко Ты из налоговой? Нет, Антон Лукин, журналист Таблетки решил купить? Не совсем Я узнал историю о том, как Плохотнюк у вас салон отжал Вот задел за живое Ну так поплачь Я свое уже отплакал Так а чего плакать, его прижать надо Через десять лет Чудак ты парень Ну послушайте, сейчас же не начало девяностых И даже не начало двухтысячных Если вы напишете заявление в прокуратуру Да ничего я писать не буду Сиди себе Не работать надо Послушайте Ну я же не от фонаря говорю Ай, ты табуретки покупателям загораживаешь Иди, а Вы не понимаете, у вас сейчас есть реальный шанс Вернуть себе салон Прокуратура уже во всюду занимается Плохотнюком, его теневыми схемами, его отжимами Вы думаете, откуда я про вас узнал? От них И поверьте Если вы напишете заявление в прокуратуру Они его прижмут Да мои дети Остались живы и выросли Только потому, что они дороже для меня любого бизнеса Ты хочешь опять, чтобы я за их жизнь не боялся? Мы обеспечим им охрану Я вам обещаю Кто мы? Кто? А ты, я вижу, нормально себя чувствуешь Холостым Слушай, давай еще раз по со мной, а? Нет, нет Нет, я финиш Нет, все А я вижу, ты не дергаешься, да Из-за того, что Твоя Катя с инженером Да флаг им в руки Хорошо, что это все так развязалось Правда, плохо, что с такой грязью С Наташей можно теперь попробовать Наташа не меня Наташа крови хочет Все мама мое обвиняет Мама монстр Мама устроила взрыв на шахте Мама людей убила Ну, дела взрывы не зря на пересмотр отправили Ты думаешь, мама причастла? А ты сам как думаешь? Я-то при чем? Ты, Шерлок? А ты руководитель шахты И ты отвечаешь за все, что на ней творится Поэтому тебе лучше знать Могла ли она за твоей спиной отдавать приказы Да не могла Нет, она, конечно, пытается За моей спиной вмешиваться в дела шахты Но я это пресекаю на корню А ты думаешь, могла? Ну, пока не будет прямых доказательств Я не поверю, что крестная причастна к взрыву Ну вот, а Наташа верит Наташа не суд Что ты мне сказки рассказываешь? Если завтра Катерина и Оверченко у меня не будут Тут передо мной стоять Пеняй на себя Короче, работай Здравствуйте, Наталья Петровна Это тебе За что так много? Не ищи Оверченко и Катерину Ну, задача трудная Но выполнимая Короче, ищешь это, но тихо Как тихо? Я тебе объяснять должен Что с тобой? Ты не завалял? Мама вчера приходила Когда? Вчера Надежда люкзак собрала Мама ушла Жить надоело Я же думала, вы договорились с Наташей Ну, иначе она бы не решилась прийти Иди он отсюда И чтоб глаза мои тебя не видели Егоршка А тебе не показалось, когда Мама вчера приходила Что она хуже стала себя чувствовать? Как тогда, когда Со скальпелем на тебя бросилась? Где спрятала беглецов? Извини, Кирилл Что, даже мне не скажешь? Прежде всего тебе Ну, как я могу подставить друга? Хорошо, скажи хоть Зачем ты им помогаешь? А Верченко Согласился дать показания против Алины Отлично, тогда поехали к ним Я готов хоть час выслушать Нет Это слишком просто Наташа, что просто? Я перестаю тебя понимать Наказать Алину по закону Просто Если ее арестуют Она не успеет почувствовать страх А я хочу, чтобы ей было страшно Я хочу, чтобы она страдала Чтобы она знала об опасности Оглядывалась И с ужасом ждала того момента Когда появится Оверченко и откроет рот Даже так? Почему ты так упрямо добиваешься пересмотра Результатов приватизации торгового центра? Зачем он тебе? А его легче отобрать, чем другие активы Алины И она им очень дорожит Но я доберусь и до остального имущества Ты на это готова? Зачем, Наташа? Наш план состоял в другом Чтобы отомстить Плохотнюку и Алине Чтобы они ответили по закону А не издеваться над ними и унижать их Ты... Тебе лучше и дальше прислушиваться к моим советам Нет, Кирилл, спасибо Я и сама справлюсь Я хочу, чтобы они почувствовали себя униженными Народная примета Если народный депутат пришел с коньяком Значит, денег просить будет И чем дороже коньяк Тем больше денег он хочет Коньяк не из дешевых потратился К красивым женщинам С пустыми руками я не прихожу В отличие от некоторых Надеюсь, коньяк не помешает твоему разговору с Наташей Извини, Кирилл Но я хочу пообщаться с Анатолием Васильевичем Без свидетелей Хорошо Что с лицом вам? Уже ничего Кажется, я вижу выход У нас проблемы Одна проблема, шахтерка Она упорно хочет заглотить мой алмаз Я сначала расстроилась А потом подумала Почему бы нам не предложить ей другое блюдо для ее аппетитов Такое, чтобы и нам выгодно было Я пока не понимаю, о чем ты Она рвалась на алмазную в инвестора Предложения какие-то тебе присылала, да? Ноги ее здесь не будет Ни ноги, ни руки Только деньги Подумай, Саш Ты уже проект реконструкции оплатил Впереди огромные расходы Оборотных средств как не было, так и нет Ты и на реконструкцию согласна? Лишь бы деньги у Наташи взять Мам У нас на шахте дела не так уж и плохи Чтобы идти с протянутой рукой к Наташи Это вопрос стратегии, Саш Или мы ее разорим, или она нас Тебе какой вариант больше нравится, а? И думай быстрее К ней уже вон очередь за деньгами выстроилась Наташа Если меня переизберут Вы тут же почувствуете Как хорошо иметь в парламенте своего человека А вы мне сегодня Окажите услугу, чтобы я вам поверила Да что угодно Ускорьте конкурс По приватизации торгового центра «Алмаз» Я должна его гарантированно выиграть у Алины Хмелевской Знаете, Наталья Петровна, это с вашей стороны какой-то фьючерс Я встрянул в эту историю А вдруг вы не захотите продолжать финансировать компанию, где гарантии? Выбирайте, Анатолий Васильевич Или вы со мной Или вы против меня С вами Ну вот и с вами С вами, Наталья Петровна За наше сотрудничество Болгосрочное и плодотворное Наталья Петровна Вы уж меня извините Но все-таки мы с вами Можно сказать, близкие люди, партнеры Как вам удалось выжить? Все считали, что при пожаре в больнице вы погибли Только вам Как партнер Мне одна санитарка помогла сбежать Люди, конечно, мои заплатили Создали благотворную, горячую ситуацию Ну, это вам одно повезло так? Была еще одна несчастная женщина Представляете, ее столько лет незаконно удерживали в психушке Ну, а как ей повезло? Сгорела На моих глазах Бедная женщина Вы говорили, Сергей, что нужно дело С прямыми уликами против Плохотнюка Такое дело есть Я слушаю вас Десять лет назад Мой муж уже тогда был народным депутатом Так вот, он угрозами и шантажом Заставил бизнесмена Потапенко Переписать на себя его бизнес Мебельный салон Ну, отжал, как у вас говорят сейчас И вы нашли этого Потапенко? Да И он готов дать показания И я готова быть в качестве свидетеля Потому что все это происходило на моих глазах У следствия возник недорезонный вопрос Почему вы молчали так много лет? Да, потому что Плохотнюк угрожал мне Он сказал, что если я буду лезть в его дела Он меня разлучит с сыном Просто удивительно Ваш сын рос рядом с таким подонком И остался порядочным человеком Смотри, что Суворова нам принесла Яблоки Булочки Колбаса, балык Хочешь, я тебе бутерброд сделаю Я не хочу давиться бутербродами в сухомятку Я не хочу здесь сидеть Я хочу нормальной еды Я хочу помыться Я не могу столько времени обходиться без горячей воды Катя, не ори Прошу тебя Нас могут услышать Неужели тебя не унижает То, как к нам относится эта шахтерка Бросает нам еду, как с собакам И не факт, что нас вообще кто-нибудь ищет Вешает нам лапшу на уши, чтобы поиздеваться Суворова наш единственный шанс начать новую жизнь Катя, увидишь, все будет так, как я обещал Мы уедем Все твои мечты сбудутся Ну что, и долго мне ждать? Почему я должна слушать эту Суворову? Она мне не хозяйка Давай так Ты возьмешь мою сумку Здесь деньги Бери и уезжай А я в прокуратуру Зачем? Расскажу все, что знаю О взрыве, об Алине Ее арестуют? Наверное Зато Зато ты, возможно, успеешь сбежать Это же бред Это же Это же полный бред Я Я не смогу в одном Мне страшно Алину не арестуй Ты что, не понимаешь? А тебя попросту убьют Ну, Элька, я как раз к тебе Хочу попросить тебя о продолжении Поможешь? Тебе такой крутой моя помощь понадобилась? Хочу попросить твою Настю Передать Егору кое-что Они же дружат Дружили Ну, какая разница Дружили, дружат Главное, чтобы она передала У Алины это не вызовет никаких подозрений Тут ничего особенного Бумажная птица и мобильный телефон Поможешь? Я побежала Таташ, постой А ты помнишь, какое сегодня число? Отлично помню Какое число и которое час Я на важную встречу опаздываю Давай поболтаем потом, хорошо? Все ты забыла Стервой богатой стала А ты что, завидуешь? А не облезешь, чтобы я тебе завидовала, а? Ты обижаешься, что я тебе до сих пор не помогла с ремонтом Я все помню На, возьми Да подавись ты своими деньгами У меня, между прочим, сегодня день рождения И ты меня в этот день первой поздравляла Как прошел разговор с Суворовой? Дивиденды предвидятся? Нормально, поговорил А теперь с тобой хочу поговорить Да? А где коньяк? Что ты меня все время подкалываешь? Ну, налил бы отцу Все, Кирилл, серьезно Ну да, серьезно Значит, ты снова о маме на деньгах Не переживай Я эти деньги достану Суд отложили Ну, подготовлюсь Это хорошо, что я не отсудил эти деньги Это почему? Потому что думаю Куда спрятать свои активы А зачем их прятать? Копает под меня какая-то крыса А вот какая Не могу вычислить Поэтому я решил переписать активы на тебя Ну, не все, конечно Временно Пока все образуется Ну, пап Если ты считаешь, что это необходимо То... Бережу, наоборот, бережу Пап, а ты не преувеличиваешь опасность? Я узнавал в столице Никто под тебя не копает Все нормально Меня еще моя интуиция никогда не подводила Лучше перестраховаться Ну, а с деньгами твоей мамы Я позже разберусь Проходи, мой дорогой, шикарный мужчина Я тоже рад, Антоха Соскучилась? Да Я тоже Очень рад тебя видеть И я о вас вспоминал в своих странствиях Правда? Ну, рассказывай ты откуда и куда Меньше текста Пожалуйста, журналист Дай отдышаться здоровью Слушай, голодный? Да? Есть будешь? Буду Ну, несите все, что есть в доме Что вместе с холодильником? Да ладно Я шучу Пара бутеров Я счастлив Делается Ну что, рассказывай Наша сумасшедшая Совсем Забери дела Наташа Она стала другая Жесткая, да? Не выдержала Наша чокнутая Поток дымового бабла Закосила по долинам Теперь сама Всех Вокруг себя косит Ты поэтому уехал, да? Так я никто не буш Нет, Ян, тут другое Ты понимаешь, Наташа Она слишком много страдала И люди, которым доверяла Просто предали ее И вот она взяла Одела эту маску Без различия и цинизма Наверное, чтобы выстоять Значит, эта маска К ней намертво приросла Так Меняю бутерброды на информацию Ты к нам как? Надолго? У меня на тебя большие планы Да у меня у самого На себя огромные планы Я вот в Париж хочу махнуть О, боже мой Ну что тебя в эту Францию Так тянет все время-то, а? Да я сам не знаю Ну, как-то люблю я все это Лаванды, круассаны Женщины без предрассудков А деньги у вас есть, мужчина? Ну, так Я бюджетный турист Ну, правильно Я так и знал Ну, что, я помогу? Ладно, полетишь первым классом У меня, правда, наличных сейчас нет Но у меня есть один счет в банке О котором мало кто знает И сегодня после обеда Пойдем с ними Нет, добрая женщина Я у вас денег не возьму Ах, как благородно с вашей стороны Но я настаиваю Тем более мне все равно нужны деньги Наташа в конце недели понадобится Крупная сумма О, а вот Инна Витальевна с адвокатом Быстро справились Они узнали только вы, я и Кирилл Но кто-то же еще узнал каким-то образом Инна Витальевна, все в порядке? Временные проблемы Счет заблокирован Я надеюсь, Яков Николаевич во всем разберется Непременно Слушайте, ну я-то и до Парижа могу пешком дойти А вот Наташа Вся ее легенда на ваших бабках А может, стоит сказать Наташу, что возникли финансовые трудности? Нет В банке сказали, что нет повода беспокоиться Я надеюсь, завтра проблема решится Безусловно Наталья Петровна, ну как же так? Я ведь всех врачей больницы Всех этих несчастных старушек Которые в Петровск за горчичниками ездят Я их всех обнадежил Они верят, что у нас теперь будет нормальная больница Свечки за вас в церкви ставят Успокойтесь, Эдуард Владимирович Я еще не приняла решение Я вас очень прошу Подумайте На одной чаше весов какой-то плохотнюк На другой все эти несчастные старушки Не причитайте Эдуард Владимирович А то вы мне кого-то напоминаете Я мэр всех жителей Аниканова И я хочу, чтобы эти старушки Ну так поднапрягитесь Я выделю деньги На ремонт больницы А вы Разорвете с Алиной и Хмельевской Договор аренды земель за Алмаз То есть как? А так Иначе предложение плохотнюка мне понравится больше Но вы сами подумайте Плохотнюк мне обещает Серьезное лоббирование А вы что? Свечки от бабушек? Извините Через 15 минут у меня важное дело До свидания Вам объяснить, что теперь будет? Шахтерке шаг осталось сделать, чтобы нас разорить Алина, ты преувеличиваешь Это ты помогаешь ей забрать Алмаз Ты просто Заткнись Мы получали оборотные средства шахты За счет выручки с торгового дома А сейчас, Саша Благодаря твоему крестному Если шахтерка заберет Алмаз Шахта остановится И ты останешься Я справлюсь Ты первый побежишь к ней за деньгами И если раньше мы могли диктовать ей условия Это исключено, мама А то теперь она будет нам ставить условия За сколько ты ей продался? Алина Ты неправильно информирована Завтра же немедленно Ты поедешь в область И если ты не уладишь все дела с новым конкурсом Я тебя Своими руками задушу Шахту она не получит Ты проснулся А ты думаешь, почему она так хорошо спрятала Аверченко и Екатерину? Она хочет разорить нас, а потом вдобить Она заставит Аверченко давать против нас свидетельские показания Против нас, Хмелевских Она хочет нас посадить Она свихнулась от жажды мести Ты делай что-нибудь В саунах и в дружеских разговорах с Кириллом Выхода не найдешь Наташа, я последний раз прошу Откажись от Алмаза Зачем он тебе, ты идешь незаконным путем? Наш план был в другом А я скорректировала план Грязка мне больше не прилипает Сомневаюсь Разве ты не хочешь, чтобы Алина и твой отец были наказаны? У меня хватит терпения, чтобы они ответили по закону Я больше не могу терпеть Ты не получишь мою шахту Кто сказал? Я уже купила новые шторы в твой кабинет Зачем? Зачем тебе шахта? Что за садизм? Не хочешь иметь с нами дело? Уйди Кто тебя держит? Сын держит Сын? Да правильно мама делает, что держит игорку от тебя подальше Ты себя видел? У тебя же не осталось тени, нежности, доброты Тебя вообще нужно обходить десятой дорогой Крати, ты ведешь себя как болван Кирилл, не надо меня защищать Я могу сама за себя постоять Я еще не забыла, как делать розочку из бутылки Кирилл А почему я все чаще и чаще вижу тебя рядом с Наташей, а? Хочу понять предел человеческой сопротивляемости Обстоятельства Это же интересно Ее жизнь бьет, а она снова встает И становится все сильнее И все холоднее Ничего интересного Стол на двоих? Не меня ли ты ждал гостя? Неужели девушка завелась? Да, есть тут одна Скоро прийти, обещала Ну тогда меня угощай Что у тебя здесь? Семга Да, наши покойные Валечка и Шамиль любили семгу А у тебя осталось это белое вино в подвале Поискать надо А я вот не люблю семгу Вас что-то беспокоит, хозяйка? А Верченко и Катерина Их нигде нет, они мне очень нужны Может они в Нахаловке? В Нахаловке от меня никто не спрячется А ты нервничаешь? Вы мне не доверяете, хозяйка? А я теперь никому не верю Ищите хозяйка Хоть в подвале, хоть на чердаке Я о ваших проблемах и слышать не хочу Когда новый конкурс по приватизации Алмаза? Что значит решается? Я вам заплатила Всем рассказать сколько? Спасибо, не надо ничего, ни кофе, ни чая Управляющий просил вам счета передать Извините, но номер нужно оплатить Вы уже и так в долг живете А сам побоялся прийти? Мужчины Всегда женщинами прикрываются Я передам все счета для оплаты Все сразу Нет, Суворова окончательно не отказала Она обещала дать деньги на ремонт больницы Но только При одном условии Суворова хочет, чтобы мы расторгли договор На аренду земли с Алиной Какая наглость Ты ведь не согласился? Я обещал подумать Папа, соглашайся Хотя бы ради меня Пускай Алина ответит за то, что так долго унижала меня Думаешь, что говоришь? Папа, ты спросил у Суворова и о Кате? Нет, мы говорили о другом Слушай, ты не спросил о собственной дочери А вдруг Кате плохо? А мы тут про откаты Войны, больницы Аня, прекрати Папа все делает только ради нас Катя, слава Богу Я только прийму ванну и уйду Потом помоешься Поехали, я отвезу тебя за город Подальше от Алины Аня, я хочу принять ванну Подождите, спокойно Спокойно Алиночка, возьми трубку Пожалуйста Ими Алло, сыночек, привет Это мама Алло Алло, ты меня слышишь? Мне того еще не хватало Неужели деньги и на счету закончились? Алло Алло, сынок, что ты рассоединился? Это по поводу аренды автомобиля? Подождите пару дней Что? Хорошо Штрафная санкция, тоже оплачу Ты зря волновалась, клянусь Я сделал все, чтобы перенесли этот проклятый конкурс Ну, пришлось заплатить Представляешь, я им замашлял деньги А мэр наш, Эдик Послушай, а не пора ли нам искать нового мэра? Она даст денег мне на предвыборную кампанию А? Ты идиот, Толик? Хозяйка В городе видели Катерину Сюда ее План действует Мэр и плохотнюк Крыса Предали Алину за пять минут Алмаз почти мой Шахту я заберу и закрою От Кмелевских ничего не останется А потом заберу Егора и уеду Но Осталось нанести последний удар Кирилл, мне очень нужны деньги А Инна не берет трубку Мамины счета заблокированы Она не сможет помочь тебе деньгами Да, очень вовремя Отец пытается в суде оспорить ее завещание Добился блокировки всех ее счетов Но ведь Инна жива Пусть она скажет, чтобы разблокировали ее счета На плохотнюка только Начали серьезно копать В столице Мама не может себя выдать Это еще опасно для нее Значит Я больше не богатая дама С деньгами в международной инвестиционной компании Переезжай ко мне Что ты такое говоришь, Кирилл? Я имею в виду Переезжай в мой дом Под мою защиту Нет Я должна действовать У меня есть козырь Дождись меня, хорошо? Я скоро буду Привезу к тебе Аверченко И пусть только посмеет Не дать показания против Алины Мне противно участвовать в этом судилище Но ты Мне противно еще больше Ты больше не Хмельцкая Убирайся Что мне с тобой делать, малыш? Я перед тобой не виноват, Алина О взрыве на шахте я молчал Никто ничего не знает Я тебя не предал Ты тягался с моей невестой? Это ты со мной тягалась Развлекалась Не любила Да А я Катю люблю И это кольцо Оно не тебе Оно для Кати Я знаю Ты можешь меня убить Но прошу Прошу тебя, Катю Не трогай Свободен Я могу идти? Это ты столько на ворованных алмазах наварил? Ну что встал? Иди отсюда Передай Катерине Аверченко Чтобы слышали все Я запрещаю этим двоим покидать Аниканово Я запрещаю всем помогать им Давать работу и даже глоток воды Аверченко выселить из гостиницы Пусть станут изгоями И наглядным напоминанием для всех так будет с каждым Кто посмеет ослушаться хозяйку Слыхали? Наташка нищей стала Все ее богатство пшиком оказалось Ничего у нее нет Даже машина была арендованной Из гостиницы выгнали О А не надо было из себя королеву корчить Ты чего, Нелька? Жалко же Наташку А что? Они вон с Алиной два сапога пара Вот Катька Алине пара Тоже ребенка убила Алина? Баблю, вы что-то видели или вам карты показали? Все видят, кто не слепой Здравствуйте, Марин Что, с Наташкой опять под одной грыжей жить будете? У меня ничего нет Ничего Самого главного не добилась Сыня не вернул За Линой не поковиталась Жить не сразу Друзей я растеряла Я на обиде Пашку, Нельку Марину Вас с Инной А где Марина? Я не знаю, где Марина Я жить не хочу Грех не выпить, друзья мои Все хорошо, что хорошо кончается За тебя А разве я когда-нибудь проигрывал? Какой же это идиот Повелся на сказки шахтерки И мэр туда же Да, Суворова, конечно, мутила Теперь мой ход И психушка Покажется шахтерке Сладкой сказкой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok